Рустам, вот в прошлый раз ты привел такие неопровержимые доказательства того, что Коран от Бога, да? Но ведь, ну, не мог же его Господь, да, сбросить на вот, ну, с небес? Ну, или смог? Потерпи, сейчас все станет на свои места. Адам, Ной, Иисус, Мухаммад, мир ему. О чем тебе говорят все эти имена? Конечно же, это имена пророков. Именно о них я и хочу поговорить. Итак, продолжаем размышлять. Поехали! Безусловно, приход пророков не был бессмысленным. В этом есть определенная цель Создателя. И каждый пророк выполнял свою миссию. Пророческую. На протяжении всей истории человечества пророков и посланников существовало более тысячи. Так вот, любой пророк приходил с инструкцией для человечества и сводом законов, которые не спасались ему от Творца. Стоп, стоп, стоп. Какие тысячи пророков? Ты что? Что он там? Не мог что ли Бог послать одного-двух размышляющих пророков? Что все нормально? Объяснили они сразу и людям, и все. Ну, чтобы там заблуждение не вводить там. Что, не мог что ли он так сделать? Но если же для Адама и Евы было достаточно всего лишь пары законов, то с течением времени общество развивалось и расширялось. Люди стали сталкиваться с такими вопросами, на которые не находили ответа. Что нам делать? Как нам нужно жить? Для ответа на эти вопросы создатель и посылал пророков. И каждый пророк приносил актуальные на то время писания. Ну, сам подумай, зачем Адаму и Еве 114 сур? А им достаточно было всего лишь одного закона. О том, что этот флот запретен, а остальные разрешены. Я думаю, что вряд ли им бы пригодились знания о социальной системе, внешней, внутренней политике и экономической сфере. Не, ну все-все, убедил в этом, понятно. Просто получается, что как бы в каждую новую эпоху приходил там новый пророк. Ну, так, походу, получается, да? Совершенно верно. А если же люди начинали отходить от писания, то после этого к ним приходил посланник и напоминал о том, что к ним приходил пророк от дворца. Не, подожди, а че, а как ему, ну, там, поверили, типа, то, что, ну, да-да, он пророк. Ну, это же как бы, ну, вообще же я вот любой там придел, скажет, так, короче, ну, ай да, я пророк, ну, как, это же надо как-то проверить. Че, как проверить-то? Да, ты прав. Пророчество еще нужно доказать. Во-первых, пророки полностью исключены черствых качеств, таких как ложь, гнев, зависть, жадность и так далее. Даже это очень дико для нынешнего времени. Во-вторых, пророк, безусловно, должен показать какое-то чудо. К примеру, ходить по воде, расколоть луну или же управлять ветром. И в-третьих, пророк, безусловно, должен показать возможность применения этих законов на себе. Как я уже говорил, пророки приходили абсолютно в разные эпохи. Так вот, во время прихода Моисея было очень развито колдовство. А он, в свою очередь, показывал такие чудеса, которые могли превосходить их в разы. К примеру, он бросал посох, который превращался в змею. Или же он превращал целые реки в кровь. Во время прихода Иисуса была очень развита медицина. Он, в свою очередь, мог воскрешать мертвецов. Или же возвращать зрение слепым. Во время же прихода Мухаммада, мир ему, была очень развита поэзия. Люди могли услышать всего лишь один длинный стих или поэму и тут же повторить его на зубок. В ответ на это пророк Мухаммад, мир ему, пришел в мир со своим чудом. Создатель внушал ему такие откровения, которые в разы превосходили стиль, на котором разговаривали арабы. Стиль изложения Корана был абсолютно недосягаем для людей. А также, помимо него, пророк показывал огромное количество чудес. Но дело в том, что ни одно чудо пророков мы не можем увидеть сегодня, сейчас. Кроме чудо пророка Мухаммада, мир ему. Это Коран. Не, ну если вот это все, знаешь, там, создатель как бы есть, да, ну и Коран как бы, ну от Бога, да, и, ну там, и пророки, короче, чудеса там свои показывали. Ну это все, походу, ну реально, это все истина, и, ну, походу, это, ну я ислам принимаю, походу, да. Я мусульман. Субтитры сделал DimaTorzok